Вся сила России в Югре. На этой неделе наш округ стал эпицентром большого общенационального марафона. Его цель проста – объединить жителей на спортивных площадках, словом, повысить интерес к активному образу жизни. На открытие зимнего этапа в Ханты-Мансийск прилетел герой России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Встреча с ним стала настоящим вдохновением для спортсменов. На месте событий побывала наша съемочная группа, ведь делегация из столицы страны была многочисленная. Все подробности в нашем следующем сюжете. Вот так встречали трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина. Увидеть легенду, мечта каждого взрослого, а для ребенка – это еще и невероятная возможность напитаться спортивной мотивацией. На примере Карелина зарядиться на будущие победы. Я вообще давно следил за Александром Карелином и всегда мечтал встретиться с ним и получить его автограф. Насколько тебе понравилась сегодняшняя встреча? Вдохновил ли он тебя для достижения своих побед? Да, он вдохновил меня. Я получил мотивацию заниматься спортом. Я убежден, что совершенствуя внутренний чемпионат, поддерживая внутреннюю селекцию, мы сможем подготовиться. И так же, как и в 52-м году прошлого века, когда мы впервые участвовали в Летних Олимпийских Хельсинки, покажем замечательные командные результаты, покажем способность русских атлетов к победам, к преодолению. Приехал Александр Карелин в Югру для того, чтобы открыть зимний марафон «Сила России». Его главная цель – популяризировать спорт в стране. За месяц только в Югре пройдет более 60 мероприятий, в которых примут участие как любители, так и профессионалы. Общими усилиями проведут лыжные выходные, неделю на коньках, а также семейную спортивную масленицу. Кроме того, спортивные мероприятия будут направлены на будущих мам и на адаптивный спорт. Посмотрим, насколько массовым и интересным пройдет этот зимний этап. Он будет проходить до 17 марта, и по его итогам, я уверен, будет принято решение о том, что спортивный марафон «Сила России» будет проводиться в нашей стране ежегодно. Действительно праздник большого количества людей. Да, действительно, в Югре систематически занимается спортом 58,2% югорчан. Это почти 960 тысяч граждан наших земляков. Спортивные достижения Югры отметил и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он же дал старт второму этапу проекта. Первый, к слову, прошел летом. Действительно, Югра – это территория спорта, территория спорта высших достижений, территория массового спорта. Есть суровая статистика. Больше половины жителей Ханты-Мансийского автономного округа занимаются массовым спортом. Это дорогого стоит. Спорт – это сила. Спорт – это сплочение. Спорт в нашей стране – это действительно и по праву является силой России. Спортивная сила страны будет укрепляться до 17 марта. За этот месяц у югорчан будет возможность не только открыть для себя новые дисциплины, но и провести время с семьей. А это – самая главная награда. Дмитрий Пришвицин, Александр Иванов, Владимир Дадыко. Специально для программы «Больше чем новости».